Это чудесно, что мы снова можем слушать Слово Божие. Тема у меня сегодня будет необычная, она будет и новогодняя, и свадебная немножко. Но вначале я хотел бы несколько слов сказать о том, что я говорил «Воскресенье», я не знаю, как вы меня поняли, но я хочу просто акцентировать ваше внимание, потому что это устремление, во-первых, моей души. Если вы помните, я говорил о юридических отношениях и любовных. Это два уровня взаимоотношений, которые важны для жизни человека, особенно для нас, христиан. Мы живем в век особенный, когда даже на юридические моменты люди не обращают особого внимания. Что за время, в котором мы живем? Я вам немножко скажу. Ну, например, жить в браке без росписи. То есть, когда отвергается юридическая сторона. Сожительство и жизнь в браке – это совершенно разные вещи. Нету даже подобия. Совершенно разные вещи. Но это существует, и в основном это связано, что люди перестали доверять друг другу, даже в браке. И не всегда уверены в самим себе, в самом себе. Отчасти, можно сказать, подобные как бы парадоксы, они переходят и в христианскую среду. Поэтому сегодня можно увидеть вот такое состояние. Я посещаю церковь, но не принимаю ни водного крещения, ни духовного, ни покаяния. Вы знаете, такая надежда, что покаяние само на меня свалится. И вообще, если Бог хочет, то Он должен что-то сделать или предпринять. Но жизнь духовная начинается от покаяния и рождения свыше. Без этого она просто невозможна. И Бог эту жизнь предлагает людям. Это не отслышание, вера приходит отслышание. Это личное твое, твоя встреча с Иисусом, твое перерождение. Сегодня Бог рождает свыше. Слава Богу за это. Ну, а потом, а потом еще есть такое состояние, когда я, можно сказать, уже и член церкви. То есть я принял водное крещение, но в церкви не состою. Нет никаких обязательств. Мы не уверены ни то в себе, ни то мы не доверяем друг другу. И, в принципе, эта тенденция будет расти. Но в чем я уверен и почему я сегодня это говорю, потому что это предвестники последнего времени. Христос грядет. В Библии говорится, когда любовь в людях охладеет, то восклоните головы ваши, ибо приближается избавление в ваших. Обыкновенное посещение церкви без взаимных обязательств, без отношений каких-либо к Богу, оно ничего практически не решает и не меняет. И я удивляюсь, как люди могут ходить долгое время и не предпринимать никаких решительных действий или шагов. Они ни к покаянию не идут, ни к крещению, ни к чему. Они не участвуют в служении, они не участвуют в жизни церкви. Такое есть. Это состояние, когда, кажется, мне я никому ничего не должен. Когда я открыт, чтобы для меня что-то было явлено, но я не готов это делать для других. Поэтому это жизнь без взаимных обязательств. Но Христос так многое сделал для нас, что мы Ему чем-то обязаны. И в первую очередь своей любовью. Но большинство, кто присутствует здесь, это те христиане, которые в свое время, они оформили юридически свои отношения с Богом. Что я имею в виду? А это и покаяние, это и водное крещение и другие моменты. Мы дали обещание Богу служить в доброй совести. Мы знаем, что Божье благоволение к нам, все это правильно. Но я хочу, и Библия к этому призывает, чтобы мы поднялись на новый уровень взаимоотношений, и они были просто какими, действительно преисполнены любовью. И я говорю вам параллель, если люди живут в браке, у них нет нормальных отношений. Они что-то там повздорили чуть-чуть, или возникло какое-то напряжение. Скажите, пожалуйста, будет ли муж или жена там, муж быстрее мыть посуду? Не думаю. Или жена, вот как бы там собрать мужа, как бы его там чуть-чуть пригладить, когда у них напряжение? Не думаю. Хотя такое бывает. А если и бывает, а это просто рутинная работа, что я обязан. Так то, что в духовном смысле человек, который не имеет должной любви к Богу или любовных взаимоотношений с Богом, он вряд ли будет стремиться к святости. Вряд ли. Он вряд ли будет многим жертвовать. Он вряд ли будет в каком-то труде участвовать. Вряд ли. Потому что он стоит на той ступени, о которой я сказал. Он думает, что юридически у меня там все нормально. То, что требует Библия, тот минимум. Я это имею. Я в аду гореть не буду. Меня в свое время спасет Христос. Но будущее наше зависит именно от этого уровня взаимоотношений. И возлюби Господа Бога всем сердцем твоим. Это первая заповедь. Я не знаю, какая крещение там или другие заповеди, но это первая, единственная, центральная, основная. И я сегодня хочу, чтобы мы сегодня были увлечены Его любовью. Все. Он так полюбил нас, что жизнь свою отдал за нас. В жизни реальной влечет и то, и другое. Но тот, что исходит с небес, Его свет, Его благодать и любовь, это не сравнимо ни с чем. И только когда мы будем любить Бога, мы будем стремиться, чтобы не делать больно Ему, каких-либо неприятностей. Мы не допустим никакой нечистоты в жизни, никакого греха. Нам будет жаль Христа обидеть, или причинить боль, или раздражать Его раны. Мы никогда на это не пойдем. И когда мы любим Бога, то мы просто не просто будем иногда молиться, но мы будем тосковать о Нем. Мы будем скучать по Нем. Мы будем уединяться с Ним. Это совершенно другая жизнь. Но это возможно. И ради этого пришел Христос. Он пришел, чтобы восстановить взаимоотношения между нами и Богом. Почему еще эти взаимоотношения важны? Потому что когда придет время испытаний, мы все сполна увидим, если эти взаимоотношения не настроены. мы не можем располагать на ту личность или человека, которого мы не знаем. Но мы не можем знать любую личность, не общавшись с Ним. Если мы хотим преобразиться в Его образ, это невозможно без общения. Это невозможно. Как мы можем общаться? Очень просто. Например, через Библию, как я говорил. Но одно дело читать Библию, а другое дело слышать Библию. Это говорящее живое слово. Вы просто спросите сами себя или дайте ответ на вопрос, когда в последний раз вам Слово Божие открывалось? Я знаю, что открывается мало, потому что проповедующих было бы намного больше. Именно откровение, оно дает тебе беспокойство и желание проповедовать и говорить. Слава Иисусу! Иногда даже почитать трудно. А почему это трудно? Потому что я уже сказал, не должной любви, мы не захвачены этим словом. Если, например, с этим человеком общение дорого для меня, мы оставляем многим ради немногого или одного, чтобы уединиться с ним. Так точно по отношению к молитве. Одно дело, когда я молюсь, потому что меня нужда заставляет, просьбы у меня есть, или я хочу, чтобы Бог благословил меня в этом дне. Это одно дело. А другое дело, когда я наслаждаюсь, я покоюсь в нем. Я наслаждаюсь его любовью. Я знаю, что никто во вселенной, никакой муж, ни жена, они не способны любить так, как любит он. Поэтому наслаждаться и любовью – это величайшее благословение. Это наше право. Это наша милость. Не воспользоваться этим – это просто грешно. Мы не случайные люди здесь. Аминь. Это Божья благодать и Божья забота. Мы не лучше других. Но Бог обратил свое внимание на нас. И нас, может быть, незнатных, неблагородных, Он облагораживает с каждым днем, чтобы сделать весьма прекрасными. И мы в свое время будем сиять. Мы будем отображать Его славу. К этому призывает всех нас Христос. Слава Христу! Тема моей проповеди сегодня будет «Будьте в числе готовых». Будьте в числе готовых. В Библии написано, Римлянам 11, 25. Ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока не войдет полное число язычников. Израилья и Израиль, они надломились. Здесь написано другим словом. Но Бог говорит это отчасти, это до времени. И все определяется числом. В мире все определяется числом, весом и мерой. В Библии написано, что войдет определенное число. Это число известно только Богу. и это относится к другим народам и нациям помимо Израиля. Это число знает Бог. И когда это число будет набрано, тогда спасение для язычников прекратится и откроется для Израиля. Мы не знаем, сколько не хватает. И не надо рассчитывать, что я буду последним. Надо начинать сегодня. Чтобы не поздать уже завтра. И дальше написано, потому не мечтайте себе относительно их, что вы лучше. Не мечтайте себе, но будьте готовы. В этом большой заключается смысл. Готов ли я? Готовы ли мы? Те бедствия или теракты, или вообще насилие, которые совершаются в мире, это не только наводит нас на ужас или размышления, но это предвестники последнего времени. И сегодня я буду говорить одну притчу, которая говорит нам об этом, что Христос наш скоро придет. А мы должны быть что готовы. Вы, наверное, обратили внимание на одно повествование, которое передали нам молодые люди, когда вы видели этих прекрасных десять дев. Я читаю о них в Библии. 25 глава Матфея. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых, а пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девяте и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам ваше масло, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилась недостатка у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же они пошли, когда же пошли они покупать, пришел жених и готовы вошли с ним на брачный пир и двери затворились. После приходят и прочие деви и говорят, «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю я вас». «И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, когда придет сын человеческий». Вот эти 13 стихов. «Молодые люди, они понимают меня в том, как эта невеста, будущая невеста, приготовляет себя, чтобы быть готовой. Как волнуется сердце жениха, чтобы узнать эту уже приготовленную, причем лично для тебя это непросто. Но всем нам, христианам, которые стремятся быть в числе невесты Иисуса Христа, сам Бог призывает нас сегодня, будьте в числе готовых. «И так десять дев, пять мудрых и пять неразумных». На первый взгляд, они ничем не отличаются друг от друга. Посещают церковь. Это две категории людей. Дети Божьи, сыны Царства Небесного. Но они отличаются друг от друга только тем, что в одних было масло, когда пришел жених, а в других ее просто не оказалось, хотя в свое время светильники их горели. Я думаю, что вы не впервые слышите об этом проповедь, но я очень быстро скажу некоторые важные вещи. Что такое светильник? В Библии написано, «Светильник Господень – Дух человека, испытывающий глубины сердца». Приджи Соломона 20, 27. И в этом практически среди богословов нету никаких расхождений. Это действительно наш Дух. И в Библии написано, «Христос, ты возжигаешь светильник, мой Господи». Это написано в 17-м Псалме Давида. Бог зажигает наш Дух. И горящий светильник – это и есть наш горящий Дух. Все, что мы совершаем, или должны совершать, мы должны совершать от горящего нашего Духа. «Ты возжигаешь светильник, мой Господи». Я благодарю Бога за то, что Он и сегодня возжигает наши светильники. Слава Богу! Какая наша ответственность? Но поддерживать огонь, наблюдать за тем, чтобы он не угас – в этом наша ответственность. в этом наша лично, персональная ответственность – сделать все возможное, чтобы этот огонь горел. Что за масло было у них? В Старом Завете вы можете увидеть, что масло использовалось при помазании, когда помазывали священников или, например, царей на служение или на царство. Это прообраз Святого Духа. В Новом Завете написано 1 Иоанна 2, 27. «Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас прибывает». Это Новый Завет, и здесь идет речь о помазании. К сожалению, среди неразумных дев оказалось так, что их сосуды были пустыми. Там не было того, в чем они нуждались и что ожидал от них Христос. Все вы согласитесь с тем, что для выполнения Божьих дел или работы нужен поток Божьей силы. Но скажите, пожалуйста, какая польза от светильника, в котором нет масла? Лампа становится бесполезной. Она теряет всякий смысл, нет никакого предназначения. Это первая проблема, что если светильник есть, но нет масла, он не горит, это, можно сказать, несостоявшийся светильник или личность. Человек не достиг той цели, которую ожидал от него Христос. Но это первая проблема. Вторая проблема, что если нет масла, во времена испытаний мы не только прекращаем свое горение, но мы не в состоянии выстоять во время испытаний и буря, потому что все определяет Христос. Мы иногда настраиваемся на большие испытания, но если у вас, например, в течение недели вас трудно проявить терпение во всех поступках и отношениях, которые вы встречаете, это проблема. Если вы где-то там начинаете голос повышать, а где-то просто возмущаться, это уже говорит о том, что даже в маленьких испытаниях у вас чего-то не хватает. Было бы масло, было бы все намного лучше, проще и сильнее. Бог не дает ничего просто так. Бог дает для блага вашего то, в чем вы действительно нуждаетесь. Но если понимать это так, я говорю очень откровенно, что это только говорение на иных языках, то это не совсем так. Хотя это огромное благословение для церкви. И многие просто благодушие живут так. Я вроде бы это имею. Но это опять юридические отношения, но не любовные. Бог, если что-то дал, то Он желает, чтобы мы это приумножали и сохраняли в своей жизни. Поэтому ответственность наша пред Богом очень серьезная. Иначе мы не готовы к ненастью, к непогоде и к серьезным испытаниям. Нам нужен Божий елей. Мы не в состоянии выполнять Божью работу без Бога. Но с Ним, написано, мы окажем силу и преодолеем всех врагов. Слава Иисусу! В Библии написано, я читаю, чтобы они приносили тебе елей чистый. Это было постановление о елее. Елей – это преобраз Святого Духа. Чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы светить. Чтобы горел светильник во всякое время. Это устав вечный для поколений их. Исход 27, 20, 21. Удивительно, это вечный устав. Если вы считаете себя детьми Божьими, это относится к вам. Это вечный устав. В чем он состоит? Было повелено Богом, Моисею, чтобы все приносили елей чистый. Вообще, елей – это то, что использовалось для горения. Наливали в лампы, в лампаду. Сейчас мы включили свет, и вроде бы проблем нет. Мы привыкли, что свет всегда горит. Но свет всегда был в цене, и этот свет чего-то стоит. Чтобы эта лампочка засияла, работает очень много не только личностей, но и электростанций самого различного типа. Чтобы вам было уютно, тепло и светло. Слава Богу! Так точно в духовном смысле, чтобы этим светом обладать и согревать других, надо не только одному, а многим сделать все возможное, чтобы немногим или всем остальным было уютно, благословенно и тепло. Если вы готовы платить за это соответствующую цену, Бог будет непременно использовать вас. Что делает для нас Бог? Обычно елей – это оливковое масло использовалось. Оно бывает разной чистоты. Чем чище, тем дороже. То, что даже здесь мы имеем в магазине, это не всегда высшее качество. Но елей, он имел тогда серьезную цену. И люди так просто свет не зажигали, как сегодня это делают. Но когда свадьбы были, какие-то торжественные события, то они отличались от остальных мероприятий, что там было обилие света, праздник, свадьба, бракосочетание. И в этот елей написано, он должен быть чистый, никаких примесей, никаких осадков, а дальше выбитый. Вы знаете, что иногда Бог что-то выбивает из нас? Я не знаю, как вам этот процесс нравится, но Бог пытается что-то выбить. Когда идет речь о выбивании, это не всегда приятно, иногда даже больно. Но Бог это делает. Почему? Потому что Ему нужен чистый и выбитый елей, чтобы ее можно было использовать для освящения. Вы знаете, мы иногда думаем, что мы обладаем этим светом, но нам этого света для себя даже не хватает. Но чтобы освящать других, для этого очень много надо. Поэтому по мере того, как вы будете поддаваться Божьей обработке, Он будет продолжать свой процесс над всеми нами. Написано, смотрите, «Жертва Богу – дух сокрушенный». Это чистый, выбитый елей, когда Бог удаляет все примеси. Жертва Богу – дух сокрушенный. Вы знаете, я уже немало времени вот здесь живу и общаюсь в основном в американских церквях, среди славян. И что меня удивляет? Я разделяю те моменты, когда проповедники призывают к радости. Я очень доволен, когда люди радуются в церквях. Но меня удивляет, что я, например, вот некоторых так и не видел. Какой-то слезы хотя бы. Знаете, как-то все так ровно и так уныло. Вы знаете, мне так хочется, чтобы если восторг был, то нараспашку души. Если не все получается, то и поплакать не стыдно. Жертва Богу – дух сокрушенный. Я наблюдаю иногда, вот смотрю, но никогда не вижу в нем слезинки, даже намека на сокрушение. Я не знаю, может быть, я какой-то плаксивый, но когда я начинаю серьезно молиться, это практически без сокрушения не происходит. По мере того, как Бог сокрушает нас, у нас благодать Божья множится. Без этого на сухую благодать Божья не работает. Железо, трущаяся в железо, ломается. Надо смазка. Нам надо духовная смазка, чтобы взаимоотношения с Богом и с людьми хорошо строились. Бог предлагает нам свое благословение и свой елей. Слава Иисусу Христу. Итак, на основании Слова Божьего мы нашли, мы находим, что Сам Бог зажигает в нас свой огонь. Вначале, когда мы были рождены свыше, это началась Божья работа над нами. Он возродил наш дух, слава Богу, Он ее зажег. Бог зажигает и сегодня. Если вы открыты для Божьей благодати, проблема в чем? Вы знаете, когда, например, вот в сосуде масла чуть-чуть, но оно есть, но сигналы уже идут, поджигать надо, долить масло надо. Тогда что надо? Чуть-чуть долил проповедник, или пастырь, или твоя личная молитва, и ты снова сияешь. Но вы знаете, попробуйте сосуд зажечь без масла. Не только спички, вам атомная энергия не поможет, но есть Бог, который зажигает сердца. И есть люди, которые наблюдают за тем, чтобы было масло у них. Это не есть моя личная самонадеянность, но это есть мои личные взаимоотношения с живым Богом. Бог желает благословлять свой народ. В чем я вижу серьезную проблему? Послушайте, в Библии об этом написано так, два зла сделан народ мой. Меня источник воды живой оставили, первое зло, что Христос есть даятель, благословляющий, Бог, Он есть Бог, дающий жизнь, благословение и все. Но люди не то оторвались, не то потерялись, не то осуетились, меня источник воды живой оставили. В Библии написано, смотрите, ищите прежде Царство Божие, остальное приложится вам. Что это значит? Если ты заботишься о главном, я буду заботиться о второстепенном. Если ты заботишься о второстепенном, ты всегда будешь лишен главного. А мы думаем постоянно, как же жить? Если жизнь – это Христос, и если она начинается благодаря Ему, то надо слушать то, что говорит Он. Два зла сделали народ мой. Меня источник воды живой оставили, первое зло, а второе – и высекли себе водоемы, разбитые, которые не могут держать воды. Не могут держать воды. Итак, чем мы нуждаемся? Какую я вижу проблему? Все, что мы получаем от Бога, благодать Божью и дары Духа Святого, вот этот елей, мы получаем благодаря нашей вере и жажде. Благодаря нашей вере и жажде. Все, что мы получаем от Бога, единственная возможность, как это сохранить и приумножить, это святое хождение пред Богом. Я знаю среди вас, я этому свидетель, есть люди, которые переживали на моих глазах невероятную силу Божию и прикосновение Божье. И когда я это вижу, я радуюсь, но я знаю, или иногда наблюдаю, как тот, что человек получает, как он быстро теряет. Причина – дырявый сосуд. Причина – недолжной святости, недолжного правильного хождения пред Богом. Но ты не гордись, но бойся. Независимо от вероисповедания, если взять, допустим, это пятидесятники, которые крещены Духом Святым, которым открыто больше, может быть, нежели другим, но если не сегодня, получая многое от Бога, живут так, как считают нужным или справедливым, это образно сказать, это дырявый сосуд. Это жизнь, которая полна трагедий и потерь. В Боге всегда есть умножение для нас, слава Богу за это. Но мы должны беречь и быть благодарны Богу за то, что мы получаем от Бога. Когда мы благодарим и относимся с уважением и благоговением, тогда все то, что мы обладаем, мы умножаем внутри себя. Многие себя обманывают тем, что когда-то они что-то имели. Жить прошлым – это неинтересно, невыгодно и бесполезно. Можно только выводы сделать, можно только что-то взять оттуда и пойти дальше вперед, достигая возвышенных целей, куда призывает нас Христос. И так ты возжигаешь светильник мой. Это Бог делает. А моя задача в чем состоит? Чтобы хранить свой сосуд в чистоте и святости. То, что мы являемся этими сосудами, это несравненно, потому что написано «мы глинные сосуды», чтобы предизубыточная сила Божья была приписана Богу, а не нам. Мы только сосуды, которые использует Бог, но за состоянием сосуда мы должны следить. Бог желает, чтобы наш дух и наш огонь, и наш дух горел во всякое время. Написано, послушайте, да будут во всякое время одежды твои светлые, и да не оскудевает елей твой. Одни люди, они заняли правую сторону или левую, они заботятся только о том, чтобы их одежды были светлые. Другие правую, они заботятся только о том, чтобы елей не оскудевал. Бог это все уравновесил в этом стихе и говорит, если ты хочешь быть горящим светильником, то ты должен наблюдать и за первым, и за вторым. Ты действительно должен искренно и сердечно искать Бога и наблюдать за тем, чтобы не терять, но приумножать. Есть такое выражение, что трудящийся трудится для дырявого кошелька. Если такое случается, значит, не имеет никакого значения, сколько этот человек зарабатывает, потому что все проходит, как вот то песок через руки. Не имеет это никакого значения. И не имеет значения для нас, как много или как часто Бог нас благословлял или благословляет. Если все то, что Бог тебе дает, оно как пришло, так и ушло, нет в том никакой пользы. Извините за такой, ну, может быть, нескромный пример. Когда вы кушаете, вы кушаете для пользы. Но иногда случается расстройство. Кушать тоже надо, а если даже вы покушали, то питание, оно не усваивается вами, оно проходит через вас. Вам надо исцелиться сначала, а потом снова будет в вашей жизни хорошо. Два зла сделан народ мой. Меня источник воды, что вы оставили, а высекли себе водоемы, которые не могут держать воды. Господи, помоги нам жить свято. Вы знаете, там, где работали священники, еще были щипцы для чистки фитилей. Вот здесь есть вот эти свечи. Фитиля, они способны просто там, ну, гореть плохо и даже коптить. И были такие щипцы. И пользуется этим священник. И когда иногда священник пытается почистить нас, мы говорим, не трогай меня, я горю. Иногда таким огнем, что и поджечь могу. Поэтому лучше меня не трогать. Но предназначение свечи это гореть. А забота священника, чтобы фитили были чистые. Мы не имеем права не просто не гореть, мы не имеем права гореть как попало, как мне нравится. Мы должны гореть так, как подобает христианину. А все, что связано с христианством, это лучше. Это чистый, выбитый елей. Как это все мне нравится. Возникает вопрос, как мы можем угасить свой огонь? Почему иногда он гаснет? Библия не делает из этого секретов. Приджи Соломона 13,9. Послушайте. Будь всегда верен, свет праведных весело горит. Святильник же нечестивых угасает. Здесь причина, почему светильники многих просто угасли. Ублажать себя, что они когда-то горели, это бесполезное занятие. Когда-то было. У них тоже светильники горели. Все определяет, что происходит в тебе сейчас и что ты имеешь сейчас пред Богом. никакие оправдания нам не помогут. Бог дал нам все для жизни и благочестия. Слава Иисусу Христу! Чтобы мы прожили эту жизнь достойно, чтобы мы зажигали и светили. Слава Иисусу! Господи, помоги нам выполнить это призвание. Свет праведных весело горит. Вы знаете, что есть собрания веселые и невеселые. Есть служение веселое и есть служение унылое. Это тоже служение. Но оно практически никому не надо, оно мало кого вдохновляет. Все, что вы делаете, делайте от души. Делайте как для Господа, а не человеков. Свет праведных весело горит. Вот есть такое горение, которое не греет и не увлекает. Это когда копоть, когда больше дыма, нежели огня. Господи, исцели наш дух! Иногда люди, слушая нас, пытаются не то глаза закрыть, не то уши. Почему? Потому что дыма много. А Бог желает видеть горящий наш дух. Слава Иисусу! А светильник нечистивых не угасает. Не имеет значения, сколько этого нечестия. Достаточно столько, ровно столько, чтобы светильник угас. И тогда надо поджигатель, и тогда надо годы, годы, чтобы ты снова загорелся. Но я здесь не случайно, потому что у Бога есть милость для вас. И если вы это пожелаете, Бог же зажигает сегодня светильники. Твои, наши, мои, это величайшая милость Бога. Поэтому мы должны быть всегда верны Богу. В этом наша личная ответственность пред Богом. Не допускай ни греха, ни дружбы с миром. Иначе, как я уже сказал, светильник твой быстро угаснет. И дальше, что было там? Написано, но в полночь раздался крик. Вот жених идет. Когда это случилось? Это случилось в самый темный, в самый неожиданный, в самый неподходящий момент. Я знаю, что вы, например, хотите, чтобы к вам звонили тогда, когда вы свободны и когда вы в настроении. Хотя вы, отвечая на телефон, разговоры, это никому не говорите, но я это знаю. И я вам советую, сохраняйте всегда и настроение, и присутствие духа, потому что никто не знает, когда зазвенит телефон. Я это говорю как пример, но я говорю это и к личной жизни. К личной жизни. Вам хочется, чтобы к вам относились, с вами обращались по-хорошему, особенно тогда, когда у вас почему-то нет настроения, или вы просто потеряли упадок, идет какой-то упадок сил. Я понимаю, что это нормально, но с другой стороны, мы проходим по жизни через испытания, и если малейшее испытание и огня не стало, то это беда наша, как христиан вообще. Бог не обещал нам безоблачной жизни, но он говорил, вы будете проходить и через огонь, и через воду, но не обожжешься. Когда, когда будет твоей жизни рядом Христос? Не просто юридически, а практически. Он тебя сохранит среди львов, он тебя обезопасит и укроет от огня. И это надежная защита на будущие испытания, которые грядут во Вселенную. Укрыться можно будет только под покровом его. Все остальное все остальное не даст ни должной уверенности, ни крыши. Вот женех идет в самый неподходящий момент. И получилось, когда они больше всего нуждались в этом масле, его не оказалось. Оно было вчера, месяц назад, но когда надо, его нету. Вы знаете, что у нас так бывает? Когда не надо, это мы есть, а когда надо, нас нету. Мы думаем, почему? Почему это так? А потому, что надо всегда быть там, где надо. А чтобы быть там, где надо, надо заботиться о своем духовном состоянии, чтобы Бог руководил нашими путями, нашими делами, нашими словами и посещениями. Бог все делает вовремя, и все делает прекрасно и хорошо. Но испытания приходят в самый темный момент нашей жизни. И когда Христос придет, это будет один из них. Темный, темный час, но в полночь раздался крих. Но масло не оказалось. То есть у них не было никакой силы против этой тьмы. Я слышал свидетельство одного брата, может быть, это серьезный пример, но это реальность жизни. Говорит, он хороший христианин, пригласили меня, попросили помолиться за одного человека, который держим дьяволом. Но по науке я знал, что надо попаститься, так говорит Библия. Я попастился три дня, помолился, ничего не меняется. Я еще неделю добавил, неделю попастился. Тоже перемен не вижу. Темный день в жизни. мы пытаемся так прожить, знаете, что нас это не касается. А что если случится? Правда? И это уже жизнь христианская не на словах, а на деле. И если Бог реален, то Он должен быть проявлен. Правда? Господи, помоги нам жить так, чтобы исполнить Твою волю. А Бог как служил людям? восполняя их нужды. Но у них не было никакой силы среди этой тьмы. Я не знаю, может быть, вы попали в какие-то затруднения. Если у вас нет силы подняться, если у вас не хватает силы Духа, чтобы воспламениться, что-то в вашем Духе не в порядке. Вы можете обвинить государство, церковь, власть, но проблема не решится, пока вы не будете исцелены внутри. Оттуда Бог начинает свой процесс, и Он работает сегодня над нами. И еще, что самое ужасное, это было то, что у них не было никаких доказательств. Они не сумели доказать, что они действительно достойны быть на перу у этого небесного жениха. А Он заявляет, я никогда, никогда не знал вас. Вы не можете знать кого-либо, не общавшись с ним. Не можете, запомните это. А если вы общаетесь с кем-то давно, уже не общались, ваши связи теряются. И то, которых вы очень любили, разъехавшись, мы иногда о них забываем. Почему? Надо обновлять наши связи. Надо снова возвратиться к общению, и ваша любовь снова вспламенится. Если мы желаем, чтобы что-то Бог поменял в нашей жизни, мы должны что-то предпринимать и незамедлительно уже сегодня. Я не знаю вас, такого был ответ Иисуса. Это были те люди, которые были заняты самими собою. Их сердце не принадлежало Богу. Вы не можете быть в числе невесты. Это был ответ Христа. Вы проявили рвение, но это было слишком поздно. Вы пошли туда, куда я вас давным-давно посылал. Но вы почему-то медлили, потому опоздали. Я говорил вам, что об одной телеграмме отец ушел на три месяца и сказал «Дети, сделайте эту работу и ту». Двум сынам дал поручение. Один просто распрощался и все сделал, а другой знал, что возвратится отец через три месяца. Но вдруг через месяц телеграмма отец едет домой. Тот же самый процесс, тот же самый отец и его дети. Они были послушны, они были готовы исполнить волю отца. Они были согласны, что эту волю надо выполнять. Но один это сделал тут же, а другой ждал. Один встретил отца с радостью, а другой с печалью. К сожалению, его ума не хватило, чтобы порадоваться, когда возвратился отец. Вот почему Библия говорит о немудрых и мудрых девах. Из них было пять мудрых и пять неразумных, и трагедия, что у них не оказалось масла. И Библия заканчивается, говорит, и так бодрствуйте, ибо не знаете ни дня, ни часа, когда придет Сын человеческий. Не отдавайте ваше сердце другому, кроме Иисуса, иначе вас никто и ничто не насытит. Есть полнота в Иисусе Христе. Аминь. Мы иногда не оцениваем суд Божий, но Библия говорит, покайся, иначе скоро приду и сдвину светильник твой, если ты не покаешься. Мне очень жаль, когда мы истины Божьи размениваем на чечевичную похлебку, на то, что не назидает и жизни не несет. Мне очень жаль, что мы много этому посвящаем времени и сил. Поэтому я хочу вам сказать очень искренно, если вы хотите быть там на небесном перу Христа и церкви, то сегодня не время для длинных застолий. Сегодня не время для беззаботной жизни. Сегодня время серьезно взыскать Господа всем своим сердцем. Заканчивая свою пропитую, я читаю из Откровения, это книга будущего, что ожидает многих из нас. Вторая глава. И Ангел Ефесской церкви напишет, так говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Золотой светильник это минора, это из Старого Завета, это ближе к евреям. И там я вижу Христа и ходящего среди этих золотых светильников. Что дальше? Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь смыслить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Очень интересное откровение. Вы знаете, что я, например, наблюдаю, просто трудясь даже в церкви? Я наблюдал, что некоторые люди действуют так, например, что-то не понравилось, какая-то сценка, он разве ушел? Ты не можешь сносить развратных, ты не можешь это ни слушать, ни видеть, все, не можешь. Казалось бы, это серьезно, правда? Но все определяется горящим светильником. Если при этом ваш дух не горит, если вы не способны зажигать других, даже ваше правильное отношение к чему-то, оно не меняет решительно многое или ничего. Дальше послушайте. Ты испытал тех, которые называют себя апостолом, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Это не потому, что апостолы лжецы. Правда, нет? Но они так нашли. Нашли потому, что наверное искали, правда? Каждый ищет то или находит то, что он ищет. Люди, ищущие Бога, они находят Бога. Люди, ищущие оправдания, они не достигают никаких целей. Это путь в никуда. Люди, ищущие Бога, они находят Бога, но люди, ищущие недостатки в других, они постоянно в падениях, притыкаясь на людях. У них нету ни маяка, ни авторитета. И нашел, что они лжицы. Нигде Библия не призывает, что взирайте на того-то или кого-то. Но написано, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, вы будете побеждать в жизни. На ком остановлен ваш взор сегодня? Какие проблемы больше все вас тревожат? И дальше написано, ты много переносил и имеешь черпение, и для имени его трудился и не изнемогал, это не идет речь о прихожанах церкви, а это те люди, которые вовлечены в служение и труд. И дальше, но имею против тебя то, что ты стал первой любовь твою, и так покайся, и так покайся, и так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела твои, а если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, если не покаешься. Послушайте, светильник еще горит, Бог его зажег, но если ваши поступки, деяния неправы пред Богом, он придет и сдвинет, просто сдвинет, его не станет. Хорошо, что Бог предупреждает так интересно, мне это очень нравится, вы знаете почему? Потому что я уже сказал, когда масла нету, зажигать что-либо практически невозможно. Но пока светильник еще горит, можно долить туда, масла, можно залатать дыры, а если не получается, знаете, сосуд исправить, то вы знаете, что делает Бог? Он в печь посылает нас. Не для того, чтобы сделать нам больно, а чтобы не был твой сосуд дырявым. Я благодарен Богу, что его благодать присутствует здесь, и Бог трудится в своем народе. Мое желание искренне, чтобы этот труд, он не был напрасен для всех слушающих Слово Божье. Я хотел бы заканчивать, дать вам одну телеграмму, если вы готовы под ней подписаться, это будет для вас призыв небес. В Библии написано, и духи невеста говорят приди, и слышащий, кто меня слушает, и слышащий да скажет приди, жаждащий пусть приходит и берет воду жизни, что? Даром. Бог открыл здесь свой источник благодати и силы. И Он говорит, если ты готов подписаться под этим стежком, одним стихом, тогда ты не будешь просто сидеть, ты будешь двигаться, ты будешь приходить, ты будешь искать, стучать и находить. Жаждущий пусть приходит, вы знаете, что жаждущий, как только предложили, он сразу берет, желающий он будет испытывать, проверять, а кипятили, а кипяченая это вода, а какой вы там, что, какой сок, а какой напиток, это желающие попить, а жаждущие они пьют. И духи невеста говорят приди, и слышащий, да скажет, громко скажите, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни дару. Моя проповедь для жаждущих, но если вы чувствуете сейчас, что у вас даже нет юридических взаимоотношений с Богом, то не имеет значения, сколько вы посещаете церковь, вам надо покаяние, чем быстрее, тем лучше. Если вы покаялись, и вы медлите, не то с крещением, не то с членством, я призываю вас сегодня, сделайте это незамедлительно, это для вашей пользы, это не то, что мне надо, это надо тебе. Если всем этим вы обладаете, это милость Божья над нами, но сегодня наши отношения должны к Богу возгореться и должны быть наполнены любовью. Как бы мне хотелось, чтобы в Новом году мы поднялись на новый уровень взаимоотношений. Вы не против? Вам образно сказать, вы должны быть фанатом Иисуса. Почему такие фанаты есть и футболистов, и артистов, но Иисуса он достоин больше? Не просто окружающие люди, но это фанаты, которые влюбленные в Иисуса. Я вам рассказывал, я расскажу и заканчиваю проповедь. Музыканты должны быть готовы петь, а мы молиться искренне сердечно, Господи, зажги мой святильник. Я рассказывал за ту женщину, которую проповедовали об Иисусе. Она, уходя из машины, закрыла дверь и говорит, я тоже верю в Бога, но не так фанатически, как вы. Пять минут проповедования такого серьезного, с любовью, знаете, с дерзновением, положило как бы в ее сердце, что этот человек фанат. И вот этот фанат тогда говорит ей, женщина, вы имеете мужа? Она говорит, да. У меня просьба к вам только одна. Когда вы придете домой, скажите своему мужу, называя ее по имени. Например, Петя, Петя, я тебя люблю, но не так фанатически, как некоторые, а просто люблю. Эта женщина закрыла дверь и сказала, я все поняла. Я хотел бы сейчас, когда мы будем молиться, чтобы вы все поняли. Я хотел бы, чтобы вы все поняли правильно. я всех вас очень люблю, но больше всего вас любит Иисус. Полюбите Господа всем сердцем, и вы сможете устоять среди жизненных испытаний и бури. Ищите с Ним взаимоотношениях юридических и практических. Ищите той жизни, которая сегодня проливается в ваш дух. Скажите сегодня Господь, зажги мой светильник и помоги мне пронести горячим через всю мою жизнь. Я наблюдал в православной церкви, у них есть такой день, когда зажигают они огни. Это была темная ночь и был ветерный день. И я наблюдал, как они несли тщательно этот огонь в свой дом, чтобы он не погас. Они накрывали колпаками, они укрывали их как бы своими одеждами. это люди, как нам кажется, которые далеки от Бога, да? А мы дети царя царей. Укрываем ли мы этот огонь? Сохраняем ли мы его как самое драгоценное сокровище? Как мы сегодня любим благодать Божью? О, Господи, я не представляю жизни иной. Христианской жизни без Бога и благодати это не то и не туда, но есть на небе Бог. Давайте мы поклонимся Ему. Аминь. Аминь.